Всем привет, с вами Простак, а сегодня мы проверим, как можно разбанить свой аккаунт Warface. Как всегда, заходим в браузер, и это прошлый недохакер. Если ты его вдруг не смотрел, а хочешь посмотреть, да, там интересно было, то переходи по ссылочке и вот там, в подсказочке, и смотри. А если ты не хочешь пропускать мои ролики, то подписывайся на канал и жми колокольчик. А если ты это уже сделал, огромное тебе спасибо. Я попрошу тебя переподписаться. Это отменить подписку и заново подписаться. С колокольчиком надо сделать то же самое. Так как мой контент своеобразный, Ютуб не всегда любит мои ролики. Поэтому мне очень нужна твоя поддержка. Спасибо большое. Но чтобы точно не пропускать ни одного ролика, заходи в описание, и там есть ссылки на все мои соцсети, где есть рассылки. Это ВК, Дискорд, Телеграм, там все приходит секунды в секунду. Так, все, хватит отвлекаться. Погнали обратно к недохакеру. Напоминаю, это прошлый, который ты можешь посмотреть в подсказочке. А теперь переходим к новому. Как раз таки, разбан Warface аккаунта. А перед началом просмотра нашего сегодняшнего недохакера, немного о спонсоре ролика. Но спонсором данного выпуска является SourceBuy. Это сайт, который я рекламирую уже почти не знаю сколько лет. Очень много. Как всегда, SourceBuy делает лицензионный гейминг доступным каждому. Именно сейчас я это проверю. Мы нажимаем в IT. Можно выбрать вход по имейлу и паролю, либо через ВК. Я доверяю этому сайту, поэтому мы заходим через мой ВК. Это мой аккаунт. На нем уже есть 103 рубля, 271 соус коин. Куча аккаунтов, которые мы когда-либо покупали. И также есть ключ от игры. Кстати, я его так до сих пор не разыграл. Надо будет разыграть. Потому что прошлый победитель отказался от игры. Денег нам катастрофически не хватает. Поэтому нажимаем плюсик. И пополняем любым удобным для вас способом. Кстати, везде 0% комиссии. И давайте я закину соточку. Промокод есть? Конечно же есть. Вот если зайти под сегодняшний ролик, вот тут в описании. Есть промокод недохакер.лайт. Именно его копируем. Вставляем промокод. Почта для получения чека, не знаю, нужна ли она. Я вроде могу. Нет, обязательно. Окей. Это моя почта, с которой я всегда все проверяю. Копируем. Вставляем вот сюда. И нажимаем пополнить. А, блин, у меня уже активирован промокод. Но вы обязательно его используете. И получите дополнительные деньги. Оплата успешно проведена. Мы заходим на сайт. Платеж был принят. Все, у нас 203 рубля. И этого достаточно, чтобы что-то купить. На данном сайте, в каталоге, помимо аккаунтов и ключей, есть также прокачка GTA 5 и RDR 2. Вроде RDR 2 недавно появилась. Цены здесь сочные, так что можно покупать. Но мы же заходим в каталог. Выбираем ключи. Выбираем Steam. И выбираем по популярности. Честно говоря, я даже не знаю, что это за первая игра. Eurotruck симулятор, мне кажется, не особо кому-то интересен. Это тоже. Ну, Him of a Flat. Самый оптимальный игрок. Нажимаем купить ключ. И все. Ключ уже сзади в меня. Ну, для вас он скрыт, конечно же. Как всегда, этот ключик я разыгрываю. Для этого вам надо участвовать в интерактиве данного ролика. И в следующий ролик, а точнее во вторник, я покажу четвертого победителя. Вот в этом углу. Угу. На этом мы заканчиваем. И переходим к недохакеру. Блин, наушнички хочу распаковать. Еще не распаковал. Скорее всего будет это, последняя интеграция проник. Так, ладно, давайте ускорим. Сегодня я расскажу и покажу, как снять бан с аккаунта в Афрес, а также бан с ЖД, видеокарти и так далее. Сразу скажу, что... Честно говоря, я не знаю, как банится в Афресе. Скорее всего, действительно, можно забанить по железу, по видеокарте, по жесткому диску. Ну и как это снять, я просто не понимаю. Но человек говорит, что можно. Не, в принципе, может, можно как-то там индекс переписать, но это надо перепрошивать заново. А это можно, да, лишиться видеокарты. Лучше не стоит такого делать. Лучше действительно, ребят, не читерите, чтобы не получить бана, а чтобы потом не смотреть, как разбанить свои аккаунты. Все очень просто. Зачем? Все. Значит, это ютубер, у которого неизвестное количество подписчиков, на 2000 просмотров рассказывает, что у него действительно рабочий, а везде остальное, где платно, там ничего не работает. Верится... Правда... Верится с трудом. Ребята, у кого баны, я советую эту программу, потому что действительно помогает. Лайк, подписка. Ну, мы сейчас проверим все так вот. Вот тут, если что, программка сразу на ВК перекидывает. О-о-о. На Google Doc. Оплата программы. Окей. Базара ноль. Там, наверное, про это скажут. Внимательный и аккуратный. Перед просмотром прошу вас поставить лайк под видео и подписаться на наш канал. Так, интересно. А что происходит еще на канале, помимо разбанов? О-о-о! Я вот этот аватар кувил, и я такой сразу, Самсон. Кто не знает, Самсон вроде как закончил свою деятельность. Мы с ним договорились. Он мне пару дней писал, а потом пропал. Не знаю. Надо будет зайти на его канал, проверить, что он там делает. Неем забаненный аккаунт. Не, тот же самый чел. Ну, наш YouTube канал посвящен тому, как снимать разные баны. Как забанить аккаунт в Warface, как снять вакбан. Ну да, все одно и то же. Окей. Сейчас посмотрим. Стараемся именно для вас. Теперь переходим к самому снятию бана. Давай, погнали. Срок блокировки бессрочно, то есть навсегда. Перезайдем еще раз, чтобы вы наглядно видели процесс. Все будем... А в чем проблема? Вроде как в Warface это игра, где ты... Бесплатно... Во-первых, она бесплатная. Во-вторых, там нету никаких внутригоровых вроде как валют. Имеется в виду скинов с инвентарем, куда ты складываешь, как, допустим, CSGO. Многие боятся бана, вакбана, из-за того, что их скины пропадут. А здесь в чем проблема? Тебя забанили, окей. Пошел, создал новый аккаунт. Купил те же самые вещи на неделю, что ты покупал в Warface. Играй дальше. Четтерить плохо. Не надо так делать. Я осуждаю это. Вы тоже, надеюсь. Ну, по крайней мере, мои подписчики осуждают, явно. Делать на ваших глазах, как говорится, в прямом хире. Итак, давайте уже откроем саму нашу программочку и разберемся, что в ней. Не, не понял, Самсон. Это что за фигня? Прям под копирку, вот один в один, как у Самсона. Посмотрим программку ее, вот эту. Этот ролик мы проверяли, очень прикольный. Вам? Ничего похожего? Вы не замечаете, да? Не, вообще не похоже. Говорит, тупо слизано. Все вообще. Охренеть. В поле ключ авторизации нам нужно ввести лицензионный ключ. У каждого он будет индивидуальный. Далее нас встречает менюшка, где нам нужно выбрать один из шести серверов. Не, ну точь-в-точь. У Самсона тоже же были серверами. Сервер вы, конечно же, выбираете по своему месту. Ару. То есть, если вы из России... Это получается в данный момент в Великобритании, напоминаю, на ролике 200 тысяч... 200... Ой. 2000 просмотров. В Великобритании у них почти сервер полный. Для снятия бана. Ага. Warface. Великобритания. Ага. Я что-то не знаю, может? Выбираете российский сервер. Из Украины, украинский. Из Европы, европейский. Наша компания московская. А, стоп, UK. United Kingdom же нет? Или он UK Украину называет? Подождите. Подождите. UK. Великобритания. А Украина? Вопрос. Это я ошибаюсь? Или чел подумал, что UK это Украина? Теперь нам нужно подождать некоторое время. Примерно одно... Идет процесс снятия. Причем программа, кстати, называется R2. Не как-то там, допустим, Warface Unban, кстати, она вначале так называлась вроде. Вот Warface Unban. By Mr. Freaks. Давайте попробуем уже зайти на аккаунт и убедиться в... В смысле? У тебя идет процесс снятия. Зачем ты заходишь сразу в игру? У тебя процесс не закончился, а он пытается зайти сразу же. А мне кажется, или это нулевый аккаунт? Напишите, пожалуйста, я честно не шарю. У него 3000 золотых, ой, этих, зеленых. И по нулям все остальное. Так у него... Он зашел в нулевый. Нет, разве? А, или вот какой-то скин есть необычный. Ну я хз. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Еще раз прошу. Мне кажется, Вот Самсон, а? Зачем ты слезал у них программу? Точно так же, как и у Самсона минута пустоты в конце. Так, остаются вопросы. Заходим в самое начало ролика, смотрим Wall... Плеф. А здесь Wallплеф тот же самый... Тот же самый ник. Бана больше нет. Все работает как часики. Мне кажется, раз черный фон, нету времени, он, скорее всего, начал заходить в игру, остановил запись, потом поменял аккаунт и зашел с нулевого аккаунта. Ну потому что он не снимется в... этот бан по железу. Невозможно. Пошли покупать его программу. А, можно же открыть. Фрикс, а почему программа платная? Мы не можем выдавать свои программы бесплатно в связи с огромным наплывом людей, поэтому было принято решение делать программы платной. Что-то мне это очень напоминает. Вот, 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 сейчас, вот. Так, фак ю, так, ага. Как больше узнать, а так, 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 так. Ага, 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 ага. Пустоя страничка. Где? Блин, у Самсона раньше тоже... Вот, короче, ладно. Я не буду дальше искать. Вот, один в один у Самсона есть вот такая же фигня. Нас кидает на киви-донат. Ну давайте, меня зовут Иван. Ну, я думаю, данный человек еще пока меня не знает, поэтому давайте с моей любимой почты зайдем. Елена Федулова. Салам пополам. Если что, вот, моя почта, я на ней всегда записываю. Все нормально. Копируем. Вставляем вот сюда. Так, ваше настоящее имя Иван в окне указать. Так, почту. Окей. Введите ссылку на ролик. Чего? А цифру... Чего? А три? Введите ссылку на ролик. Какой ролик? Причем тут ролик? Введите свой ник для отображения на стриме. А-а-а! Это от Киви? А, и название надо. Э-э-э... Warface and Ban. Да? Все точно так же, как у Самсона. Надо, кстати, у Самсона попросить вернуть деньги. А-а-а! А у меня же денег-то нету на Киви. На Киви нету денег. Так, вводим номер телефона, который надо скрыть, чтобы мне никто не звонил. Так, продолжить. Ввели пароль. Так, ага. Отправляем все, денежку. А, номер телефона. Ты кто, ёпта? Алло? Привет, красавчик. Ты понял от лица всех женщин. Если ты не знаешь, как её порадовать на день влюблённых, займись с ней в санлайд. Короче, беру трубку и мне первые слова. Привет, красавчик. А потом реклама. Я так расстроился. Отправляем дежурата. Деньги улетели. Всё. 200 рублей. Улетели. Донат успешно отправлен. Теперь ждём письма. На вот эту почту. Погнали дальше смотреть. Я... Чего? Лайк не забудьте, поставить и подписаться на канал. Ведь такой интересный канал, на котором записываться только снятие банов и всё. А давайте посмотрим по КС. Как снять вакбан? Обновляем страницу, чтобы всякие ебланы не говорили, что это фотошоп или код элемента. Блять, ты сидишь в опере, долбоёб! Как видите, делаю всё прямой... Я уже устал рассказывать. Если вы такие крутые, кто снимаете вакбаны, зайдите через Steam, не снимайте вакбан в браузере. Перейдём в раздел игры и вернёмся на аккаунт. Как видите, вак остаётся. Ну да, вак есть. Всё нормально. Самсон, у меня слишком много вопросов к тебе и нет ответов. Какого фига у этого недохакера используются твои программы? Ну она точь-в-точь! Прям один в один! Если, Самсон, смотришь этот ролик, а ты посмотришь мои ролики, напиши мне в личку, пожалуйста. Знаешь ли ты этого чувака и если же знаешь что-то, то напиши мне. Может, что в телегу я выложу. Какой-нибудь постик. Кружочки рядом с серверами указывают, насколько хорошо ловит сервер и насколько блин... А, в Казахстане плохо ловит, а? Далее нам требуется ввести информационные данные о нашем аккаунте. Для этого... Мне вот интересно, откуда они берут вот эти данные? Вот, смотрите. Им нужен Steam ID, Steam ID 3, Steam ID 64 и Custom URL. Во-первых, во-первых, вот цифра 1, во-первых, вписывая Steam ID, они сами могут всё это найти. Зачем нам вписывать каждый из этих символов? Это... Да. Первое, почему данная программа фуфло? Второе, кто этим снимальщикам вакбанов сказал, что нужны именно вот эти данные? Почему не... Сейчас, где там? Почему не... Почему... А больше ничего нету, да? Они просто взяли вот эти данные. Но я не знаю, почему не... Количество игр на аккаунте... Были же... Были такие недохакеры, которых надо было вписать количество игр на аккаунте, еще что-то... А, нет, надо было ВКонтакт взламывать, там, где это... Количество фоток на странице, подписчиков, друзей... Ёпы мать, я тогда так уграл. Как видите, вакбан исчез. Обновляю страницу. А почему он закрыл программу? Там не написало, что все готово. Чувак слизывает программу другого ютубера, не до хакера, извиняюсь, и так как сам не знает, как это работает, не до конца дописывает, допустим, что в той, что в этой программе у него нету окончания. Там не пишется, что все, благодарим за использование программы, мы сняли вам этот бан. Она просто продолжает крутиться, он ее закрывает на полусловии и все. Короче, если вы хотите знать, как это сня... как снят этот был ролик, вот в подсказочках есть все. Заходите, смотрите. У нас должно быть время 23 минуты, 24... ой, 23 часа, 24 минуты, 50 секунд. Ладно, 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 окей, все верно. Монтажа склейки нету, но у нас обрезано сверху-снизу и там просто несколько вкладочек, по которым он прыгает. Все очень просто объясняется. Я не вижу смысла дальше что-то делать. Давайте еще раз обновим страничку, обновим почту и как видите, ничего не пришло. Наверное, все, на этом будем заканчивать. Если вдруг какая-то информация здесь появится и что-то придет на эту почту, вот тут скриншотики будут. Если я как дурак просто так руку держу и здесь нет никаких скриншотиков, то ничего не пришло. Алинкий спойлер, ничего здесь не будет в руке, я просто дебил, который руку держит. Конечно же, нам ничего не придет, мы просто так отправили деньги. Поэтому мы вошли под наш аккаунт, нажимаем сохранить, проверено, окей, скидаем дизлайк и скидаем жалобу, потому что у нас украли деньги, мошенничество. Ссылка есть в описании? Так, есть. Нажимаем далее. Ну давайте начало с второй минуты. Ой, не двадцатый, второй. Кража денег, продавая якобы программу для снятия блокировки. Нажимаем отправить. Никого не заставляю, не ограничиваю, не принуждаю, но ссылочки есть в описании, можете перейти и кинуть жалобу. А, кстати, я ей комментарий напишу. Вы, кстати, тоже можете перейти по ссылочке и написать комментарий. Но лучше пишите комментарий у меня под роликом. Отвечайте на интерактив, который мы еще не провели. Интерактив сейчас проведем. Я оставил комментарий. Да. И теперь мы проводим интерактив. Как всегда, я вот давайте рассказываю. Вот здесь три победителя прошлого интерактива. Вот они. Эти ребятки участвуют в розыгрыше. Получается, я провожу интерактив, вы пишите комментарий, я отбираю среди них три рандомным образом, показываю их на экране и в конце месяца мы проводим стрим, где собираю всех победителей. Среди них выбираю только одного, который получит ту игру, который он захочет. Помимо этих трех, я показываю в начале ролика еще 12 комментариев. Так что участвуйте. А интерактивом будет давайте интерактив по ролику, как всегда проводим. Получали ли вы когда-нибудь блокировку? Пишите в комментариях, какие блокировки вы получали. Получали ли вы их? Снимали ли им вам? Их вам? Ну или вы дожидались окончания? У меня постоянно прилетают нарушения от YouTube, я улетаю в блокировки. Да, YouTube не особо понимает, что я записываю, ему не объяснить, что я просто хихикаю, хахакаю, но вроде как в последнее время становится чуть легче. Кстати, мне разблокировали один ролик, за который я просидел три месяца с нарушением, и только сейчас его разблокировали. Если что, он все это время был, ролик именно был в блокировке удален, и он должен был остаться в блокировке, но мне его сняли. Надеюсь, вы меня поддержите лайком, и этот ролик залетит. На этом тогда будем заканчивать. Как всегда, если вы вдруг не попали в эти три человека, либо в начале 12 комментариев, вы можете написать слово конец и попасть вот сюда. Ну, а я вам говорю большое спасибо за просмотр, приходите еще, подписывайтесь, рассылочки есть всякие, ну и конечно же, ролики выходят каждый вторник, пятницу и воскресенье. Переходи еще, и пиши слово конец, чтобы я лайкнул твой комментарий и показал вот здесь. Да. Так, погнали следующего недохакера проверять. Или наушнички распаковать. Хочу наушнички распаковать.